Каждая серия представляет собой мини-историю с самостоятельным сюжетом, практически не связанным с другой серией. Правда, в некоторых сериях есть флешбики, нарезки из предыдущих эпизодов. В большинстве эпизодов действие происходит в небольшом городке, в доме хозяйки там мамочки два тапочка, в некоторых эпизодах она отсутствует либо заменена на молодую девушку. Однако в ряде случаев персонажи могут жить на необитаемом острове, плавать на круизных кораблях, отдыхать на пляже и так далее по сюжету. Том пытается всеми усилиями поймать мышонка, но ему это почти никогда не удастся. Тем не менее, в некоторых сериях персонажи довольно верно уживаются между собой и могут помогать друг другу в самый трудный момент. У главных героев есть свои враги и друзья. Например, на томом часто шутят коты-то-пси, обалдой, молниеносный и буч, его главным противником является тез Пайк, у которого есть сын Тайк, а в ряде серий появляются подружки Тома, Туц и Тутос, на которых тот пытался всячески произвести впечатление. Что же касается Джерри, то ему помогают в проделках его племянник, маленький мышонок по имени Нибус, Таффи и утюнок Крикер, а в одной серии у Джерри есть брат-силач, при виде которого все коты разбегаются кто-куда. Также в одной серии у Джерри есть дальний родственник, дядя Шапикос, у которого постоянно рвались струны на гитаре. В большинстве эпизодов персонажи не разговаривают, все это сведено криком боли или нервным сглатыванием, однако в некоторых случаях присутствует полноценный, хотя и короткий диалог, а также небольшие реплики отдельных персонажей. Известность мультфильма получил за жестокости насилия. Нередко в короткометражных сериях показываются моменты со взрывами, разрезание героев и даже смерть, однако большая часть моментов происходить без крови и главные герои уже к следующему выпуску вновь оказываются живы. Большой роль в короткометражных фильмах играет музыкальное сопровождение, оно старается передать чувства и эмоции того или иного героя. Особенно выделяется роль композитора Скотта Брэдли, сочинившего музыку больше части серий. Он, объединив элементы джаза и классической музыки, создал сложные и оригинальные партитуры, но при этом часто песни в эпизодах представляют собой переработку популярных в то время мелодий. В последующих мультфильмах музыка стала звучать небольшими отрывками. Субтитры создавал DimaTorzok